Девушки отдыхают Потому что ему понравилась картинка на входе Он осторожно спустился на несколько этажей вниз Пахло отвратительной, на его взгляд, низкополигональной графикой Морща нос так сильно, что приходилось поправлять толстые очки Путник вступил в драку с парочкой скелетов Они больно избили его, а игра даже не потрудилась провести обучение Отстой, игра для говноедов, даже я бы лучше сделал Подумал путешественник Тем не менее, сталь нервов, закаленная в роли Пуджа Позволила ему перебороть праведный гнев и попытаться пройти дальше Играть было катастрофически тяжело У оружия, которое он подбирал с противников Не было ни характеристик, ни внятных описаний Зелья, которые он находил, действовали случайным образом Враги появлялись за спиной Драться уже с тремя было в напряг И путник все-таки погиб Через 3 минуты и 200 метров первого этапа С удивлением, в главном меню он обнаружил, что игра ничего не сохранила И теперь придется проделать весь свой путь с самого начала Раздосадованный и недоуменный Он презрительно промямлил Мусор! И удалился обратно в Evolve С улюлюканьем доказывать всем, какое игра говно Как хорошо, что наш рассказ сегодня не об этом х***е На наше с вами счастье, уже следующий гость Некрополиса оказался человеком более адекватным Он знал, что подземелья созданы не кем-нибудь, а инди-разработчиками серии Shadowrun Поэтому прежде чем списывать игру в Steam Refund, нужно в ней хотя бы разобраться Хотя смешанные обзоры пользователей все-таки заставляли насторожиться и внимательно поглядывать на часики Но вот старательно подобрав оттенок аропатки, он отправился вниз Механика с самого начала вызвала у нашего путешественника стойкое чувство Да это же спи***ли! Он провел три сотни часов в Bloodborne С боем выбрался из случайно сгенерированных подземелья к Тумеру И теперь выбрал не ту игру, чтобы расслабиться вечерком Чем дальше он забирался, тем больше поражался тому, насколько дотошно разработчики воспроизвели чужую боевую систему Во главе фехтования стояли тайминги атак, которые сильно различались у каждого из десятков видов оружия Любой пропущенный удар отнимал неприличное количество здоровья Поэтому в драке приходилось очень много уворачиваться и прикрываться щитом Бой опирался на знания повадок противника А поэтому любой незнакомый монстр уже издалека грозил чем-то вроде Че, гнида, готов перезагружаться? Да, 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 иди сюда! А перезагружаться нашему путнику, ой, как не хотелось Ведь это значило потерять весь прогресс и начинать с самого начала Что даже для серии Souls выглядит грязновато Ведь точки сохранения там встречаются с регулярностью И каждая смерть это естественный элемент прохождения Но здесь у путешественника ладошки потели гораздо, гораздо сильнее Ведь ставка это несколько часов игрового процесса С какой-то попытки успешно добравшись до окончания уровня Искатель приключений познакомился с местными торговцами Которые старательно впаривали ему зелье, оружие И расстраивались, если он не брал штаны с подворотами Но бывалого знатока игровых миров привлекло другое Оказалось, что надписи на стенах скрывают секреты И он понял это слишком буквально Он начал исследовать и расшифровывать все картины, которые находил на пути Выписывать в отдельную тетрадочку цитаты медноголового стража местных подземелий Хотя тот конечно нес откровенную чушь Но герой не унимался и искал смысл в дизайне монстров Ути какая прелесть, ты же почти как большой папочка, только маленький Воу-воу-воу-воу Наконец, потратив слишком много времени, он гордо заявил Я понял, во всем виноваты иллюминаты Ну, ну, по секрету, только ради вас сломаю четвертую стену и скажу, что в игре нет ни сюжета, ни концовки, а только хороший стек над конспирологами Нет, ты зря смеешься, серьезно, здесь есть лор, я тебе докажу Ну, он ушел делать ролик на эту тему, но больше его никто не видел И вот уже следующие игроки спускаются в подземелье Они надеялись, что проходить игру в кооперативе будет легко, но хрен там плавал В одиночку некрополис испытывала нервы и заставляла ходить по лезвию Сетевая должна быть не менее напряженной, ведь разработчики побеспокоились об автобалансе Противников становится больше, они куда более агрессивны Эй, стойте, вы что-то сильно легко проходите Давай, давай со спины, со спины обходи Хорош Эй, завязывайте там, алло Так, ребят, сейчас, сейчас, пять сек, пять сек, пять сек Автобаланс, вам должно быть сложно, но... Меня резнее еще Ну охереть теперь Нет, серьезно, вы видели? Они просто зашли и прошагали насквозь Так вот, справа, спра-справа Нафиг, никакой драмы не создашь Давайте к какому-нибудь другому приключенцу В некрополь спустился прожженный алтфак и ценитель игр Эдмунда Макмиллена Так что его-то обмануть так просто не удалось Он даже смог правильно определить жанр, роуг-лайт-рпг И с механикой освоился достаточно быстро Но он, как ни странно, не добрался до конца подземелий Тщательно исследовав несколько уровней, освоившись с механикой крафта зелий и предметов Найдя все возможные типы секретов и определив примерную продолжительность полного прохождения как шесть часов Он категорически отказался от игры в Некрополис, мотивировав это следующей репликой Я че, дебил? Беда оказалась в том, что путешественник понимал жанр, в котором выступили разработчики, гораздо лучше, чем сами разработчики Нет, он, конечно, не завопил Даже я бы лучше сделал Но, наверное, сделал бы Уже ко второму прохождению приключенец стал ворчливо недоумевать Где хоть одна интересная комната? Почему в прохождении так мало событий? Одна постоянная резня Зачем нужны ресурсы, если к третьему уровню их скапливается полный инвентарь? И у всех есть только одно применение Где элемент менеджмента? Почему во время прохождения нельзя, по сути, принять ни одного решения, которое повлияет на твою успешность? Но главное, что заставило его развернуться и решительно выйти из подземелья Отсутствие межсессионного контента Герой быстро понял, что за сбор монеток и выполнение микроквестов он получает жетончики Потратить их можно было либо на цвета стартовой одежды, либо на книжки с улучшениями И все И нет ни одной причины, которая сможет затянуть тебя здесь на 100 часов, как любой другой рогалик Здесь нет миллиона предметов и новых режимов, какие были в Айзеке Нету постоянной прокачки, как в Роук Легаси Даже о скромном наборе глобальных задач, какие были в Enter the Gungeon, приходилось только мечтать Короче, побродив по этому безобразию пару часов, герой еще раз уточнил саму себя Ничего, дебил? И, придя к однозначно отрицательному ответу, вернул в стиме деньги Как и многие, многие его предшественники И вот постоянно как-то так получалось, что в Некрополисе никто не задерживался надолго Первое впечатление всегда было великолепным Прекраснейший арт, приятная боевка, хороший челлендж Но потом выявлялись сюжетная и контентная пустота, которые лишали проекта реиграбельности Однозначно довольными оставались только редкие шумные компании, которые, впрочем, и не пытались пройти игру больше одного раза Сидел я, смотрел на все это и думал, мне же, блин, делать обзор Игру очень хочется полюбить, настолько она хороша в частностях Настолько приятное впечатление может производить Но объективно, ведь проходняк же Некрополис не затягивает никого Была бы вот хоть одна причина вытянуть игру напохвально Стоп, а что это? Список грядущих обновлений? Интересно Новые враги, увеличенная сложность, новая локация, ловушки Больше возможностей взаимодействовать с миром Второй игровой персонаж Погодите! Выпустили игру, назвали ее полноценной, а теперь разводите Early Access? А не пошли бы вы нафиг с такими хитростями, господа? Принципиальный проходняк за то, что нам впаривают еще незаконченный продукт Тем более, что ни одно из анонсированных улучшений не исправит недостатков игры На всякий случай, я лишний раз повторюсь, чтобы вы слушали текст, а не смотрели на оценку И увидимся на StopGame.ru Но блин, серьезно? Гейбу надо бы их штрафануть, что за доделывание после полноценного релиза? Для этого придумали целую категорию, ранний доступ Субтитры сделал DimaTorzok